Вы смотрите интернет-издание Зараз.Инфо. Продолжаем интервью с депутатом Иваном Павлопановым. Иван, расскажите о подробностях, как происходил процесс попытки отзыва Лисичанского городского головы и секретаря Лисичанского городского совета в 2018 году. И момент непосредственно собрания на офисе БПП «Солидарность», где был Шведов, вы были, другие депутаты, из 12 человек, так сказать, патриотов, где было непрозрачно. Откуда меня непосредственно Шведов сказал, что ваше присутствие здесь нежелательно. О чем там был разговор? Ну, разговор был простой. Непосредственно о том, кого поддержать, а кого утопить. То есть, изначально ребята хотели поддержать городского голову и, естественно, отозвать секретаря городского совета, это Щеглакова. А вместо Щеглакова поставить своего секретаря городского совета. В принципе, то, о чем мы и говорили ранее, что эти ребята планировали поменять, заменить власть и рассчитывали на часть портфелей в исполнительной власти города. Если вот взять, например, изначально, то что мы увидим? Разногласия между оппозиционным блоком и городским головой, они назревали в течение нескольких лет, и буквально в 2017 году, к концу года, они вот такой, знаете, как гнойник, который прорвало. То есть, сами, как говорится, разногласия пошли из-за непомерных амбиций и жадности городского головы. То есть, даже оппозиционный блок, он был против того, как городской голова деребанит бюджет, как расставляет своих людей и, в принципе, обогащается. Поэтому пошли вот такие вот разногласия. В то же время, демократы наши, которые постоянно боролись, якобы боролись с городским головой, а на самом деле они просто выбивали себе, как говорится, самые такие вот злачные вот места, они увидели в этом шанс, которым решили воспользоваться, поддержать городского голову и занять кресло директоров коммунальных предприятий. Влезть в те же самые подряды, занять кресло, либо получить другую какую-то выгоду. Ну, тогда вопрос об открытости и прозрачности. Так как открытости и прозрачности? Вот почему у шведово такое, как сказать, желание все делать скрытно, тайно от избирателей, от жителей города Лисичанска? Ой, Владимир, ну я вам сказал... И даже от своих партийных коллег, и даже не партийных, просто коллег. То есть, Владимир, ну вот я вам вот просто... Скрыть от журналистов, что происходит. Ну вы же не маленький ребенок. Мы не маленькие, мы хотим знать просто ваше мнение. Но когда человек хочет что-то, говоря одно, а делает другое, то зачем он... Неужели он будет об этом кричать во всеуслышание, что я вас обманул, что я обманул вас ради того, чтобы сделать хорошо себе? Он, естественно, этого делать не будет. Он будет пытаться это скрыть, он будет выставлять людей из кабинета, чтобы эти люди не присутствовали. Он будет вести какие-то договорняки с каждым отдельно, договариваясь о каких-то совместной реализации этой цели. Поэтому вот вам ответы. И вот скажите тогда, мы дождемся от каких-либо политических сил в Лисичанском городском совете, которые ныне представлены, прозрачности, открытости в работе Лисичанского городского совета, может быть, при будущей конденции, если их изберут? Вы знаете, будущая конденция, мне так кажется, она будет кардинально отличаться от нынешней конденции, потому как ныне партии, которые представлены в городском совете, большинство из них не пройдет. Я так думаю, тут не будет радикальной партии, это однозначно, не будет самопомощи. Да, но перекрасивающиеся кандидаты могут, депутаты, кандидаты пройти под другими партийными вывесками. Да, это само собой, если мы проследим, например, путь некоторых депутатов, образно говоря, той же самой Корженко, мы заметим, как она прошла в депутаты от самопомощи, потом ушла в оппозиционный блок, с оппозиционного блока ушла в зажиття, с зажиття ушла в... к Тимошенко, я уже забыл, как она там называлась, эта партия. Ну и сейчас, сейчас она директор... В политической проституции у нас болеют не одни депутаты, не многие депутаты. В том числе и вы перешли в оппозиционный блок. Та же Юлия Куриная поменяла несколько партийных вывесок. Господин Шведов поменял партийную вывеску. Подождите, ну если вы говорите за партийные вывески, то давайте определимся. Я прошел от БПП в депутаты городского совета, я вышел с БПП, куда я дальше вступил? В какую фракцию? В оппозиционный блок, как вы сказали? Нет, я не вступил в оппозиционный блок, во фракцию. В какую фракцию я вступил? Ну сейчас вы находитесь, сидите вместе с ними и голосуете вынесом с ними. А когда я вышел с БПП и сидел вместе с этими демократами, вас это не смущало? Хотя моя позиция кардинально отличалась от позиции наших демократов. Вас не смущало это? Я не знаю, тут вопрос к избирателю.